Приветища! Это GoingMidEvil и мы продолжаем строительство нашего поселения. Хоть и небольшого, но уже поселения, потому что у нас имеется 5 человек. В прошлой серии к нам присоединился Макус. Макус, покажи, где ты? Макус, вот он, наверху, изучает книжки. По-моему, если мне не ошибает память, он был заключенный и как-то умудрился сбежать. Но ты понимаешь, раз он заключенный, соответственно, за ним придут. И враги уже близко, через 16 часов они вломятся в наше поселение и захотят забрать Макуса. Почему он был заключенный, я не имею даже представления. Но, думаю, ничего страшного, раз он живет с нами. По крайней мере, он никого еще не убил среди нас и ничего не украл. Так что, поскольку к нам сейчас заломятся гости, надо построить столярный верстак и сделать оружие. Да, кстати, мы еще же строили подвал, погреб. Вот здесь вот у нас будет верстак. А погреб я тебе сейчас покажу. Я выяснил, что тут можно копать подкопы. И я под своим домом выкопаю небольшой погреб, где у нас будет храниться еда. Потому что летом еда очень быстро портится, как нам сказали. Но на этом складе у нас уже много чего лежит, продовольствие. И, в принципе, состояние у него нормальное. Но, учитывая, что склад у нас весь забит, а продовольствие у нас еще растет, а это только начало лета, погреб нам по-любому нужен. Но, чтобы сделать погреб, нам нужно построить лестницу. А чтобы построить лестницу, как ты понимаешь, нужно срубить много леса. Ну и, конечно, на верстак. Ребята, времени мало. 15 часов у нас осталось. Вам нужно сделать верстак, а потом еще на этом верстаке оружие. Потому что у нас всего вооружено 2 поселенца. А к нам могут прибежать целых 5 бандюганов. Только не говорите, что Маку самый нормальный чувачок. Смотри, он осознал важность всей ситуации. И побежал рубить деревья, когда другие все заняты другими делами. О, ты гляди, наконец-то факел сделали, ребята, молодцы. Они все ждали, когда же древесина появится. Что-то там еще делают. Ты что там стучишь? А, это разделочный стол. Отлично, мясо будут разделать. Хотя мяса у нас нету, поскольку давно на охоту не ходили. Давайте, ребята, давайте, несите древесину. Томас, кажется, несет. Дэниел несет. Так, ребята, я не понял, а что у нас книжки лежат возле костра кухонного? Мария, пожалуйста, убери. Знаниями так раскидываться нельзя. Томас вбегает, садится пожрать. Блин, Томас. Девять часов, и на нас нападут вверх, так хотя бы сделают. О, гремыка, красавчик. Вот не зря ты у нас самый старый в нашем поселении. Старейшина, так сказать. Ну, че там, ну, че там, показывайте. Блин, вот, конечно, с уровнями вообще сложно. Больше двухэтажные дома не буду строить. Это крайне неудобно. Только башни какие-нибудь. Вечно нужно переключаться между вторым и первым этажом. Очень неудобно это сделано здесь. Очень. Наконец-то верстак у нас есть. Так, значит, два копья и одну дубинку. А у нас тем временем лестница уже готова. Красавец. Парень спустился вниз и начинает копать погреб. Давай посмотрим, как это у него выходит. Все вроде копается хорошо. Вот мне интересно, как они сюда спустятся. О, Гремыка еще и кровать решил достроить. Ну, ты, конечно, красавчик, но у тебя других забот хватает. Через шесть часов к нам придут, а уже ночь на дворе. Ты бы хотя бы одну пику или дубинку сделал. Красавчик ты мой. Отпроводите, пожалуйста. Оружие делайте, а. Ну, пожалуйста. Чего? Необходимо залечить раны поселенца? Как? Кто? Томас? Как ты умудрился? Че у тебя ушибленная рука? Когда ты успел? Просто в лес за дровами сходить и ушибить руку? Ну, ты везунчик. Че я тебе могу сказать? Так, он положил дрова сюда и побежал еще раз. Давай только без последствий, пожалуйста. Не сломай там ногу себе или еще что. Три часа осталось. Три часа. Ребята, шустрей, шустрей. Пожалуйста. Кто-то уже завалился дрыхнуть. Дэниел и Томас пока бодрствуют. Дэниел тоже свалился спать. Томас, ну сделай одно хотя бы оружие. Час остался. Томас сейчас пожрет и тоже пойдет спать. Ну да. В топку оружие, в топку. То, что на нас скоро нападут. Я хочу поспать. А, ну вот, пожалуйста. Жестокие вымогатели. Арестант. Смуглым тюремщиком нужен был ваш поселенец Томас. Он должен был ответить за свои преступления или за них пришлось бы отвечать всему поселению. Выбор был за вами. А, это Томас, а не Мукус. Я почему-то думал на Мукусу. Ну ладно. Ну что, непокоренные жители поселения Аторп отказываются выполнить требования неприятелей. Конечно же, отказываются. Пошли не в пень. Вы продолжили стоять на своем и отказались выполнить их требования. И теперь на нас нападут. Ух ты ж, е-мое. Их пятеро. Как знал. Короче, два лука, один меч, два меча. Три лучника и два мечника. Ну, е-парас это. Радует, что они вроде без брони. Такой мощной. Просто с оружием. А, вот этот в маске, смотри. Ты чё, главарь типа? Чё за чунгачук? Маску из дерева вырезал. Ладно. Пока можем спать. Надеюсь, что нас защитят вот эти штуки. Как они называются-то? Зубцы. Враги начинают атаку. Ребята ещё спят. Ну, слушай. По крайней мере, у нас есть преимущество. Сейчас мои чувачки выспятся. А эти-то уже набег устраивают. Они всю ночь не спали. Они планировали как бы на нас напасть. Вот они бегут, бегут, бегут. Ребят. Ну, как бы всё проспали, да? Оружия у нас нет. Будем, значит, кулаками отбиваться. А можно просто двери запереть. Запереть. Заперто. Вот так вот. И чтобы они к нам домой не проникли. А мы с окна будем отстреливаться. У нас у Горемыки есть лук. И пусть он отстреливается. Так, так, так. Запирайте быстрее. Запирайте. Мария, ты же должна была запереть дверь. А, в топку. По-молчанию пусть будет. Оп, 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 оп. Горемыка начал как раз оружие делать. Но, чувак, ты не успел. Мария, значит, и Горемыка. Выбираем всех. Томас ещё дрыхнет. Томас. Ну всё, это хана тебе. К дому. Томас тоже проснулся. Ребятки, выходите. Итак, будем сейчас их встречать. Опа, слуха. Атаковать, ребята. Атакуем, атакуем. Блин, лучников дофигища. Мария, вот с этим разберись. Красавчик. Я думаю, что нам сейчас в ближний бой надо будет выходить. А вот ещё ближник бежит. Три лучника, это, конечно, много. Одного покромсали, он еле ходит. Чё вы стоите-то, атакуйте. Чё-то стоят там. Один готов. Так. Это кто у нас, Мукус? Экипировается мечом. Давай, хватай меч. Вот это что? Зимняя одежда. Нет, она пока нам не нужна. Давай, иди атакуй этого чувака. Горемики, конечно, достаётся вообще знатно. Все лучники стреляют по нему. Опа. Эдвин. Давайте, ребята. Крошите их. У Горемыка здоровья мало? Вообще капец. Ну, что могу сказать? Ох, блин, Горемыка слёг. Так, Макус. Отнеси его, пожалуйста. Хватит воевать. Отнеси, говорю его. Куда ты побежал? Макус. Твою дивизию. Уже назначено на другого поселенца, Макус. Ну, так, а куда он побежал-то? Куда ты? Вернись, Макус. Нужно срочно, срочно унести Горемыку, пока ему плохо не стало. Чё-то он своими делами какими-то занимается, вообще убегает. А, он убегает. Агрессивный, нейтральный. Давай ты будешь нейтральный, иди, относи его, блин. В ближний бой переходим. К Томасу тоже плохо. О, Томас слёг. Чёрт. Мария что-то просто стоит. О, готов. Красава. Мария, иди. Добивай его. Ну что ж, они такие вообще какие-то, я не знаю, прям это, медлительные. Зарубят нас, Макус. Не надо, чтобы ты взял оружие. Где-то здесь оно лежит. Вот, экипироваться. Быстро экипировался и пошёл помогать Дэниелу. Он там один воюет. Сейчас три на три будет. Давай, вперёд. Давайте вы вначале все на одного толпой. Загасите одного. Блин, Дэниел сейчас ляжет. О, наконец-то. Поражение. В смысле, меня победили что ли? Лето 1353 года. Осаждённые поселенцы подверглись нападению. Это испытание длилось 5 часов 52 минуты. К счастью, все поселенцы пережили набег. Заклятые враги не ушли безнаказанными. Два из них удалось одолеть в ходе битвы. Больше всех ударов по противнику удалось нанести поселенцу по имени Горимыка Ридж. Храбрее в поселении никого не сыскать. Поселенцу по имени Горимыка Ридж сильнее всех пришлось пострадать от рук неприятеля в стремлении защитить поселение от орб. Час нужды. Горимыка вообще красавчик. Так, ну чё? Ребят, давайте загасите оставшихся. Чё они так уходят? Надо их добить. Вот этот вообще еле ходит. Давай-ка ты его будешь пикой долбить по жопе. Ладно, пускай те убегают. А мы с этим попробуем разобраться. Я не знаю получится или нет после того как... О, получается кажется. Давайте гасите у него лук сейчас отберём. Ну слушай, по крайней мере мы забрали оружие у них. И это хорошо. Готов. Красава. Надо Дэниела отнести в кровать. И Томаса. Давайте выручайте их. Да, набег был сложный. Но троих мы закоцали. Это радует. Придётся ещё могилки копать вот здесь. Эх. Ребята кровоточат прям вообще. Блин, надеюсь никто из них не умрёт. Только поселение начало разрастаться. А у меня потери. Ну, как бы ещё не потери. Надеюсь, что они выживут. Короче, вот это всё надо собрать куда-нибудь в оружейку. Давай вот здесь вот будет уголок оружейки у нас. Вот, военный склад. Он прям так и называется. Ё-моё, ты посмотри как с них кровь хлыщет. Значит, у Томаса чё? Ну, пробитая мышца, пробитый бок, разрыв артерии. У Горемыки как дела? Пробита мышца, пробита мышца. Ну, у Горемыки всё получше. О, а вот Дэниелу досталось больше всего. Пробита мышца, ушибленная рука, разрыв артерии, ушибленная грудь. Ой, Дэниел уже встал. Ты гляди-ка. Ничего себе. Ты куда-то даже пошёл в туалет, что ли, захотел? Ладно, ребята, пускай кушает. А я пока здесь ещё пару могилок накопаю. Раз, два, три. Три могилки. Макурс, давай-ка ты вот это вот всё уберёшь на склад. На складе нет свободных ячеек, либо для хранения этого ресурса не назначен склад. Да как так? Я же вот это вот сделал. А, во, военный склад. Подожди. Значит, одежду ты сюда таскаешь? Ну вот, вроде одежду поставил. Теперь давай попробуем ещё разок. Всё, подтащил. А ты куда, Дэниел, пошёл? О, сколько у нас тут пропало-то всего? Так что гниёт на складе всё. Дэниел поел и пошёл отсюда. Давай-ка выляй. Скорее на кроватку. Жители страдают от потери крови. Ну что я могу поделать? У меня нету лекаря. Смотри, что написано. У меня крови осталось 10%. Потеря крови может привести к потере сознания. Если уровень крови достигает нуля, то поселенец умирает. 10% это сильная потеря крови. Если её не остановить, то... Блин, нет. Я, Горемыкову, не хочу терять. А у этого чё? У этого кровь 39. Ну пока держится. Чё делать-то? Чё делать? Мария, ты можешь как-то его подлечить? Залечение ран. Давай. Иди, залечи ему раны. Сделай что-нибудь. Не удалось залечить раны. Ну и куда ты побежал? Давай лечи. Лечи, пока не получится. Надо чё-то делать. Мы не должны потерять Горемыку. Если это случится, я себя никогда не прощу. И ты себе тоже никогда не простишь. Чё по одежде? Макус? У тебя важные дела, а ты всё... Дэниел, чё ты всё тут бродишь? Иди трых... А, он опять хавать пошёл. Ты же только ел. Пока обратно дошёл, всё растерял. Чё у нас? У Горемыки? О, остановилась кровь. Хорошо, хорошо. Хорошо. Так, Мария, иди залечи раны Томасу. Дэниелу вообще пофиг. С него хлыщет, а он всё ходит. Ну конечно, у него потери крови ещё маленькие. 59% взял. Ты чё, работаешь что ли? Смотри, чё тут тащит. А какие у него там характеристики надо посмотреть? Ну-ка. Правда, Люб и недотёпа. Ну, про ранение ему ничего не скажешь. Ну, знаешь, как какой-то мазохист. Истекает кровью, но пофиг, я пойду работать. Дэниел возвращается домой. Всю квартиру просто облил кровью. Сейчас он ляжет, и мы Макуса попросим. Макус, стой. Вот это вот приватизируй. Дэниел сел... Ты чё, серьёзно? Он сел играть в шашки. Офигеть просто. Макус, иди-ка и помоги вот Дэниелу. Залечи его раны. Макус, подожди. Не могу. Не могу залечить его раны, пока он не ляжет в кровать. Да, вот это поворот. Смотри, вот как будто ни в чём не бывало. Просто сидит и играет. О, всё, слёг. Допрыгался чувачок. Дэниел, иди тащи его в кровать. Играл, играл, до потери пульса. Зачем себя так насиловать надо было? Всё, уложили Дэниела в кроватку. Томас его сейчас полечит. Надеюсь, что вылечит. О, Томас встал. Так, так, так. Куда ты пойдёшь? Кушать, наверное? Сходи, красавчик. Он у нас как раз голодает. Ему кушать хочется. Всё, Дэниела залечили. Смотри-ка, смотри-ка, ребята встают. Ой, Гремык и встал. Красавчики. Гремык, наверное, проголодался, да? Ну да, еда минус 8. Все пошли жрать. У нас доступно исследование. 45 книжек? Нифига себе, ребят. Вот это вы загнались и начали изучать. В прошлый раз я хотел консервирование изучить. Прям вот очень хотел. Наверное, это мы и сделаем. Открыть. И у нас ещё есть 25 книжек. Для исследования чего-нибудь другого. Я могу декоративные знамя и сооружения. Но зачем эти декоративные, когда можно изучить портяжное дело и шить одежду и шапки. Портняжное дело. Открываем всё. Пока всё. Ты посмотри-ка, Гремыке тяжело перелезть через забор. Он взял себе еду, перекинул её через забор, перелез и взял снова. Гремыка что-то застрял в дверях. Всю ночь туда-сюда ходит и всё не может никак еду затащить. Гремыка, что с тобой? Что с тобой стало? Ребят, занесите ему еду в дом. Во, наконец-то. Дэниел, красавчик. Ха-ха-ха, Дэниел. Он взял еду Гремыке и сожрал её. Не для тебя она неслась. Ах-ха-ха-ха-ха. Гремыка, почему ты не мог ягоды съесть вот здесь? Вот. Почему тебе нужно было именно в дом их затащить? Короче, давай, я тебя, Гремыка, беру вот так вот и заставляю съесть морковь. Иди и кушай морковь просто. Выйди из дома. А то у него голодание уже минус 53%. Он сейчас подыхать начнёт. Давай-давай-давай, перелази через забор. Жители не сейчас. Ну, конечно, Гремыке, блин, не поесть ничего. Он свою еду притащил в дом, а её сорали. Смотри, он всё равно её тащит опять домой. Почему ты не можешь здесь съесть? Съесть морковь. Для этого действия нужно выбрать рабочего. Я просто не могу с этого Гремыки. Он сейчас же сдохнет. У него уже 67%. Он всю... Ты что делаешь? Хорош работать. Ты можешь просто это съесть. Так-так-так, он, кажется, взял морковку, пошёл. Садись и ешь. Ну, наконец-то. Ну, наконец-то. Слава богу. Ну, слушай, кажется, все приходят понемножечку в порядок. Гремыка бунтует. Чё ты бунтуешь? Чё тебе не нравится? Рассказывай. Увидел труп. Ну, что поделать-то теперь? А куда, кстати, труп одели? Чуваки, вы куда труп унесли? Тут два чувака лежало. А, их уже закопали. Так гляди. Выкопали ямы и закопали. Ну, красавцы. Быстро работайте, ребят. Максус, могу я тебя попросить утащить лук? А, кстати, нет. Томас. Иди вооружайся луком. Нельзя экипировать. Недостаточный уровень навыка. Ага. У нас снова проблемы. Мало того, что Гремыка бунтует, так у него ещё раны снова открылись. Макус начал делать оружие. Да, слушай, нам уже не нужно. Зачем ты паришься, что-то там делаешь? Отменить всё. Лучше копайте мне погреб тогда уж. Ну что, наконец-то мы оклемались после этого нападения. Нужно по-любому строить здесь башни для лучников и более высокие заборы. Я, короче, понял, почему у нас не копается погреб. А всё просто. Смотри, они выкопали здесь участок земли возле лестницы, а спуститься туда не могут. Вот нам нужна здесь какая-то крутая лесенка. Ладно, пока я буду думать, как нам решить вопрос с нашим подвалом. Нужно срочно утилизировать гнильё с нашего склада. И свалку делаем здесь. Потому что, смотри, тут есть спуски. И пусть тут вот всё догнивает. Вот свалочка у нас вот такая вот здесь вот будет. Постная яма импровизированная. Ребята, давайте тащить это всё куда-нибудь. Пожалуйста. Гремыка. О, наконец-то Гремыка собрал гнильё. Что? И куда ты бежишь? Покажи мне. И он бежит в постную яму. Ну вот и хорошо. Все подключились. Все сюда теперь таскают и кости, и гнильё. Чё у нас дома? Дома у нас пока никто не хочет отколупывать пол, чтобы продырявить его. Заставил Дэниела покопать. А то чё-то все бегают, бегают, суетятся, но никто ничего не делает. Ну вот и чудно. Яма у нас выкопана. Теперь нужно сюда лесенки. Значит, лесенка у нас ставится вот так. Лесенка готова. Необходимо залечить раны. У кого? У Томаса? Так, понятно. Разрыв артерии у него случился. Бедолага. И знаешь, что я здесь заметил, пока крутился вокруг этой лесенки? Смотри. Всё дело в том, что у нас здесь стенка есть. Я не знаю, как через эту стенку они прокопали, но они прокопали. Смотри. Вот эти две ямы. Как-то умудрились. Вот для меня это загадка, если честно. Короче, как я выяснил, лестницу я туда не могу поставить. По одной простой причине. Потому что мы упираемся там в потолок. Что ж такое с этим погребом? Поэтому его нужно как-то убрать. А чтобы это всё дело откопать, нам нужно снести вот эту стенку. Ну что ж, давай разберём. Надеюсь, потолок выдержит. Всё, стенку тут разобрали. Потолок. Чё у нас на втором ярусе там творится? Потолок вроде держится. Это хорошо. Ничего не обрушилось. Теперь выкопайте, наконец-то, этот участок земли. Который нам мешается. Пробуем поставить лестницу. И она ставится. Ну, наконец-то! Аллилуйя! Единственное, мне теперь как-то сюда на стенку поставить. Как-то я не знаю, как это сделать, правда, теперь. Можно как-то? А, во! Можно! Всё, отлично! Ну вот, и славненько! Наконец-то у нас теперь есть лестница в погреб. Осталось только этот погреб выкопать. Ребята тут вовсю уже фигачат своими лопатами. Там сейчас куча глины, они ещё заодно достанут. И из глины мы сможем сделать огроменный забор. Наверное. Хотя не очень-то и хотелось бы. Ну что ж, раз у нас тут под нашим домом идут раскопки, значит, можно это всё дело продолжать. Копаем вот такой вот огроменный склад. Вот таких он размеров у нас будет, этот погреб. Получается, у нас дом теперь трёхэтажный, если считать вместе с подвалом. Так, у нас есть одна проблемка. У нас, кажется, сверху пол рушится. Это прям вообще нехорошо. Блинский! Блинский, ты посмотри! У меня, короче, вся хата рушится. Когда копаешь под собой, прям весь дом рушится, он в среде деревяшки падает. О-о-о-о-о-о! Так, надо что-то думать, надо что-то думать. Как нам укрепить потолок? Вот этими балками, может быть, а? Надо остановить это всё вот копание. А то мы так весь дом свой потеряем. Всё упадёт на дно. Нам нужны вот такие вот штуки, прям край. А возле лестницы нам понадобится, соответственно, вот такая вот стенка. Чтобы на эту стенку эти балки поставить Так, ребята, работаем, работаем Дело непочатый край Сколько же сложностей с этим погребом Сейчас вот эту балку достроят И нам надо бы Или она уже достроена? Нет, она еще не достроена И надо бы вернуть нам пол Возвращаем Наш пол Ой-ой-ой, смотри, у нас и второй ярус Тоже обвалился Нифига себе Нифига себе Надо здесь тоже доделать пол О-о-о Пока мы копали погреб У нас стихийное какое-то тут бедствие Молот Тора Внезапный раскат грома раздался в почернейшем небе Дурной знак Да еще напоминание о языческих богах Кривая молния устремилась к земле И расколола могучий дуб Где? Где? Покажите, где дуб расколола? У нас пока нет ничего Никаких расколотых дубов Но, ух, сколько оленей-то бегает, а Да, дожди насильный палил, конечно А вон и молнии появились Молнии бьют Да Такого ливня не было еще в игре Ох, ты ж нифига Оу, это что, прям в крышу попало, что ли? Покажите крышу, крышу, крышу Фух, ну крыша не горит Оно попало реально в крышу Обалдеть, гроза прошла Ну, слава богу Ребят, вы все проспали Все самое интересное Ну, все Можно праздновать Погреб завершен Аллилуйя Давай теперь сделаем это все складским помещением для нашего продовольствия Все продукты исключительно сюда таскать, товарищи Смотри, 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 куда они еду перетаскивают Вначале сюда А потом вниз в погреб Что у нас тут по хранению? Ничего не написано, но вроде как оно тут должно храниться очень долго И не портится Наконец-то наш погреб начинает заполняться едой Ох, как хорошо И я хочу сказать, он очень быстро заполняется По-моему, у нас сейчас будет весь погреб забит Давай посмотрим, сколько они оттуда перетащили Ну, тут еще чуть-чуть осталось, в принципе А в погребе что по месту? Ну, тут есть Ну что ж, это была серия посвящена исключительно погребу и бандитскому нападению В следующей серии мы будем расширять наше поселение У нас появится трактир и дом отдыха И это уже будет в следующей серии Ну, а на сегодня это все Если тебе понравилось, то не забывай ставить лайки и подписываться А я с тобой прощаюсь Пока Увидимся в следующем ролике